США. Химатаку в Британии могла сделать только Россия. Только правительство России имеет мотивацию, а также средства и опыт проведения соответствующих нападений. РФ также имеет опыт убийств, принятых на уровне государственного руководства, заявили в Госдепе США. Официальный Вашингтон прямо обвинил Россию в химической атаке в британском Салсбери, подчеркнув, что только у Кремля была мотивация, соответствующие ресурсы, а также опыт заказных убийств подобным образом. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба Государственного департамента США. Как говорится в заявлении, Вашингтон согласен с выводами Великобритании о непосредственном участии России в химической атаке, в результате которой пострадали экс-разведчик Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и британские правоохранители. Как мы четко заявляли, Соединенные Штаты соглашаются с оценкой Великобритании, что Россия несет ответственность за использование химического оружия на территории Британии, либо из-за прямого применения, либо из-за неспособности заявить о наличии или обезопасить свои запасы нервно-паралитического реагента, говорится в документе. Также в заявлении отмечается, что только у правительства России была мотивация, а также средство и опыт проведения таких нападений. РФ разработала такой тип военного нервно-паралитического вещества, который использовался в Салсбери, и имеет опыт убийств, принятых на уровне государственного руководства. Из-за того, что Россия постоянно отрицает свою вину, в Госдепартаменте считают, что необходимо создать единый фронт борьбы против использования химоружия. Соединенные Штаты осуждают применение химического оружия где-нибудь, когда-нибудь, кем-нибудь и при любых обстоятельствах. Мы призываем наших коллег в Совете Безопасности ООН и Исполнительном Совете АСХА присоединиться к нам, как это было раньше, к созданию единого фронта против использования химического оружия. Мы не можем позволить, чтобы применение химоружия стало обычным явлением, отметили в Госдепиша. Напомним, ранее глава АСХА Ахмед Узюмджу заявил, что в пробах, взятых экспертами организации в Салсбери, не найдены следы химического вещества безе, о которой ранее говорил глава МИД России Сергей Лавров. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондентнет по материалам сайта Ньюзгроком.